Теперь относительно технологии получения, технологии получения, приготовления вот этих вот рецептур. Особенностью продуктов, вот фирмы Вижн, является так называемая низкотемпературная технология приготовления, прежде всего, низкотемпературное дробление. Дело в том, что очень желательно, чтобы все компоненты, которые есть в растении, сохранились в тех же пропорциях, в которых они имеются в растении. Вот это очень важное требование. Важно, естественно, чтобы они сохранились и не были окислены под влиянием кислорода, воздуха, температуры и так далее. Поэтому единственный способ, который позволяет все эти условия выполнить, это так называемое криогенное или низкотемпературное дробление. Каждая растительная клетка окружена целлюлозной оболочкой. Если она сохранена при измельчении, то в желудке она не растворится. У нас нет таких систем. Это у жвачных животных есть ферменты, которые целлюлозу расщепляют. У нас нет таких систем. Поэтому это все становится не очень доступным и эффективность действия очень низкая получается. Вот почему используемое криогенное дробление, когда клетка замораживается до такой низкой температуры, она становится хрупкой и достаточно в измельчителе просто там падающие шарики. Удара шарика клетка измельчается до субклеточных размеров, то есть клетки разваливаются. Поэтому продукты биодоступны. Это первое. Второе. Сохраняется соотношение между компонентами. А вы скажете, а когда они сохраняются? А тогда, когда используется экстракция. Если использовать экстракцию, допустим, водой, то будут переходить водорастворимые компоненты. Если экстракцию проводить, допустим, органическим растворителем, то будут жирорастворимые компоненты одни переходить. А баланса не будет. При таком способе приготовления сохраняется баланс между водой и жирорастворимыми фракциями самого растения. Это второе преимущество. И третье преимущество, поскольку все вещества, входящие в эти рецепторы, особенно флавоноиды, все эти фенолы, они все неустойчивые. Они быстро окисляются. Вы это легко можете продемонстрировать в быту. Возьмите яблоко, разрежьте его, оставьте его на 10 минут. Оно коричневым становится. Некоторые говорят, это железо. Причем из железа? Железа в яблоке как раз очень мало. Это окисляются фенолы на воздухе. Вот те ценные фенолы, которые должны действовать при постоянной на воздухе, окисляются. Вот все фенолы легко окисляются. Так вот, при измельчении в атмосфере азота, при такой низкой температуре, защищаются все эти вещества от окисления. Потом все это содержимое вводится в капсулу, которая тоже защищает от контакта с кислородом. И таким образом, благодаря такой технологии, мы с вами получаем сбалансированный, защищенный от внешних воздействий, биодоступный продукт. Биодоступность – это проблема чрезвычайно серьезная. Далеко не все фирмы вот этот момент учитывают, кстати говоря, биодоступность. Потому что мало положить капсулу в рот, мало ее проглотить. Важно, чтобы все всосалось и поступило к органам-мишеням. Я вам должен сказать с полной ответственностью, поскольку мы проводили испытания биодоступности вот этих рецептур методом высокоэффективной жидкостной хроматографии. Это современный метод у больных и у тех, кто лечился в институте питания, короче говоря, содержание флавоноидов. И анализ показал, что флавоноиды, которые входят в состав рецептуры, они в основном в основные флавоноиды, в антиоксиях особенно много, они все поступают в крови, даже в мочу. То есть выводятся соответствующим образом. То есть продукт действительно обладает высокой биодоступностью. Это очень важное требование. Я вам недаром говорил о финнах, которые фитостеролы сделали биодоступными. Раньше фитостеролы, уже известно было, что они обладают антиатеросклеротическим действием. Нужно было принимать 50 грамм этих продуктов, чтобы незначительный процент попал в кровь. И как только их сделали биодоступными, когда можно принять 1 грамм всего лишь этого фитостерола, они сразу нашли широкое практическое применение. Вот что это значит. Это очень серьезный вопрос, который далеко не всегда выполняется. Мы говорим о том, что здесь сделана высокотехнологичная, биодоступная, хорошо сохраненная от внешних воздействий, в том числе кислорода, продукция. А что касается жирных кислот типа мега, они, я уже говорил, получены по низкотемпературной технологии, то есть холодное давление из мышечной ткани рыбы, а не из печени. Вот это кратко по технологическим вопросам, связанным с производством вот этой продукции. Это важно все. Кроме того, я имел встречу с представителем фирмы, мы в Венгрии встречались в Будапеште, вот по продукции. Значит, и вопрос об источниках, сырьевых источниках. Значит, продукция из экологически безопасных районов мира. Это Новая Зеландия, где очень мало различных промышленных предприятий и благоприятные климатические условия. Поэтому сырье экологически чистое. Это очень важное обстоятельство, потому что, вы сами понимаете, что растения способны накапливать токсиканты, не только механически за счет покрытия пылью листьев, а просто накапливать. И поэтому, если растения выращены недалеко от промышленных предприятий, даже в километрах, все равно они загрязнены либо органическими токсическими веществами, либо тяжелыми металлами. Есть тесты обязательно, продукты все сертифицируются, эти продукты, естественно, сертифицированы. Все они прошли тестирование на безопасность. Есть специальные акты на этот счет, санитарные акты, где указаны процент или полное отсутствие, допустим, тяжелых металлов. В этих продуктах обычно полное отсутствие, потому что они экологически чистые. Это обязательная номенклатура. Кроме того, фирма «Аркофарма» имеет систему GMP, так называемую, и ISO 2002, теперь, по-моему, 2005 уже. Это международные стандарты качества продукции. И выйти на международный рынок, она без соблюдения вот этих вот нормативных документов не имела бы юридического права. Это все есть, и эти все продукты имеют вот эти вот сертификаты качества. Вот это тоже важное обстоятельство, нужно иметь в виду. Иногда на баночках написано «не является лекарством», не знаю, ну, это, понимаете, это сделано для того, чтобы, ну, так сказать, для соблюдения законов. Мол, это добавки, а не лекарства. Это действительно добавки пищи, компоненты пищи. Поэтому пишут «не является лекарством». Но на практике, и сейчас в связи с тем, что мы начинаем государственные исследования в этом направлении, биологически активные добавки все равно являются дополнительными лекарственными средствами. Спасибо. 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 Спасибо.